Всем привет! С вами LinguaShow. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим, что такое множественное число имен существительных. Поехали! Для указания на множественное число предметов или лиц необходимо изменить окончание. Например, в мужском роде окончание O, как мы уже знаем. Чтобы поставить это слово в множественное число, нам нужно изменить окончание O на I. И получаем палаццо – дворец, палацци – дворцы. Также мы знаем с вами, что в мужском роде, так же, как и в женском, есть окончание E. Студенте – студент. Во множественном числе будет студенти – студенты. В мужском роде окончание в множественном числе – I. Давайте поговорим о женском роде. Как же там изменяется? Пицца – окончание A. Во множественном числе мы убираем A и получаем пицце – окончание E. Если слово заканчивается на E, киаве – ключ, то тогда во множественном числе будет киави, т.е. окончание будет I, а не E. Все, что нужно запомнить о множественном числе – это то, что в мужском роде всегда будет окончание I в женском, и будет, если слово заканчивается на E в единственном числе. Если слово оканчивается на безударное окончание I в множественном числе, вторая буква I не прибавляется. Например, То есть вторая I у нас не прибавляется. У всех существительных женского рода, оканчивающихся на КА и ГА, и у многих существительных мужского рода, оканчивающихся на КО, ГО, во множественном числе добавляется буква АКА для сохранения звуков К и Г. Например, АМИКА – подруга, АМИКЕ – подруги. Если мы не будем ставить АКА, то у нас получится АМИЧЕ. Это будет уже неправильное слово. ФУНГО – гриб, И ФУНГИ – грибы. Но в ряды существительных мужского рода буква АКА не добавляется, их необходимо запомнить. Такие слова, как АМИКО – друг, во множественном числе будет АМИЧЕ. То, что я вам и говорила, то есть уже изменяется слово, уже изменяется произношение. АМИЧЕ – друзья. НЕМИКО – враг. НЕМИЧЕ – враги. ОСТРИАКО – австриец. ОСТРИАЧЕ – австрийцы. ГРЕКО – грек. ГРЕЧЕ – греки. МЕДИКО – врач. МЕДИЧЕ – врачи. И некоторые другие слова. Давайте поговорим о словах, которые во множественном числе не изменяются. Итак, в первом случае не изменяются во множественном числе существительные, оканчивающиеся на ударную гласную. Такие как УН КАФЕ – ДУЕ КАФЕ. То есть один кофе, два кофе. Кафе у нас не изменяется. Ударная гласная всегда в итальянском языке обозначается апострофой. КАФЕ – КАФЕ. Следующее слово. ЛА ЧИТА – ЛЕ ЧИТА. ГОРОД – ГОРОДА. ЛА и ЛЕ – это определенный артикль. Мы о нем поговорим немножечко позже. Во втором случае, когда не изменяется множественное число, это односложные слова. Такие как РЕ – КОРОЛЬ И РЕ – КОРОЛИ Или РЕ – КОРОЛЬ И РЕ – КОРОЛИ УН ТЕ – ЧАЙ ДУЭТЕ – ДВА ЧАЯ ДВЕ ЧАШКИ ЧАЯ И третий случай, когда не изменяется, это заимствованные слова, оканчивающиеся на согласную. Например, ИЛЬ БАР – БАР И БАР БАРЫ – МНОГО БАРОВ ИЛЬ ФИЛЬМ – ФИЛЬМ И ФИЛЬМ – ФИЛЬМЫ Четвертый случай, когда не изменяется, это слова сокращения. ЛА ФОТО – ФОТОГРАФИЯ ЛЕ ФОТО – ФОТОГРАФИИ От сокращенного ЛА ФОТОГРАФИЯ То есть мы можем сказать ФОТОГРАФИЯ – ФОТОГРАФИЯ и мы можем сказать КОРОТКО ФОТО Это будет одно и то же. Но в сокращенном варианте множественное число уже будет не изменяться. ЛА БИЧИ – ВЕЛОСИПЕД ЛЕ БИЧИ – ВЕЛОСИПЕДЫ Сокращение от ВИЧИКЛЕТА ВИЧИКЛЕТА – ВЕЛОСИПЕД, ВИЧИ – ВЕЛОСИПЕД. То же самое, просто сокращение. Также сокращение ЛА МОТО – МОТОЦИКЛ, ЛЕ МОТО – МОТОЦИКЛЫ. Сокращение от МОТОЧИКЛЕТА – МОТОЦИКЛ. И еще существует ряд других существительных, о которых мы будем подробнее говорить уже по мере их появления. На сегодня все. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что впереди еще много всего интересного и познавательного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!